Территория права 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 То есть по переходу права собственности с одного гражданина на другого гражданина. Ну вот бытует мнение среди граждан и по сей день, что если нужно идти к нотариусу, то это нужно сразу собирать огромный список документов. Но мы потихонечку в наших программах этот миф развеиваем, потому что на самом деле сейчас на ваши плечи возлегло сбор большого количества документов. Вы это делаете самостоятельно. Но вот тем не менее, какие документы необходимо подготовить гражданам для отчуждения своей недвижимости? Перечислить, пожалуйста. Прежде всего нужно прийти, конечно, к нотариусу с правоустанавливающими документами. Это договор, либо свидетельство, может быть, о праве наследства, тот документ, на основании которого был приобретен тот или иной объект недвижимого имущества. И мы уже от того или иного документа, отталкиваясь, говорим, какой нужно документ приготовить. Во всех случаях это справочка с места жительства. В того объекта, который отчуждается, кто прописан на момент осуществления сделки в этом объекте. Возможно, нужно согласие супруга, которая либо удостоверяется в момент сделки, либо в любой другой момент. И, возможно, если это с участием несовершеннолетнего, либо недееспособного гражданина, согласие органов опеки и попечительства. Конечно, нотариус здесь помочь не может, потому что в органы опеки и попечительства обращаются законные представители. То есть это мама, папа несовершеннолетнего гражданина, либо опекун-попечитель. Ну, а с этой стороны понятно. А вот какие документы вы заказываете самостоятельно для совершения нотариального действия? Вот, к примеру, по удостоверению договора. Нотариус заказывает выписку с Единого государственного реестра недвижимости в режиме электронного документа оборота. Мы делаем запрос непосредственно в Росреестр. Конечно, это делаем предварительно в момент консультирования граждан, чтобы сориентировать о всех параметрах и характеристиках. Так и выписка называется об основных характеристиках объекта недвижимого имущества. Там указывается кадастровая стоимость, площадь этого объекта, указывается наличие ограничения обременений, указываются иные сособственники, остановлюсь на этом моменте, почему это важно. И, конечно, указывается, например, в отношении земельного участка, есть ли межевание, определены ли границы того или иного объекта, что очень важно для покупателей тоже. Спасибо большое. Напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22. Программа наша только началась, и мы примем ваши звонки, если они у вас есть, по наследству, по завещанию, по договору дарения, возможно, по доверенности. Ну вот все те вопросы, связанные с нотариальной деятельностью, мы принимаем по телефону студии 202-11-22. Ну а я напоминаю, отвечает сегодня наши вопросы нотариус города Самара Инна Борисовна Хайкина. Ну вот, учитывая, что необходимо получить согласие супруга, вот как быть в том случае, если, допустим, супруги находятся в разных городах Инна Борисовна? Такое тоже зачастую бывает, командировка или срочно нужно получить согласие. Что делать? Тоже пуск нотариусом? Да, однозначно. В соответствии с статьей 35-й семейного кодекса, если имущество было приобретено совместно с супругами, то если титульным супругом является один, и он отчуждает, производит какую-то сделку, дарит, продает, обменивает это имущество, то он должен действовать с согласия другого супруга. Форма этого согласия определена в статье 35-й семейного кодекса, это должен быть документ нотариально удостоверен. Если супруги не могут обратиться либо к нотариусу, который удостоверяет этот документ, либо к любому другому и находится, как вы указали, в другом городе, то он обращается к этому нотариусу, при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о заключении брака, либо документ ксерокопию того объекта, который отчуждается. В этот момент нотариус не проверяет принадлежность имущества, это нужно просто для того, чтобы правильно указать адрес объекта. При этом нотариус удостоверяет в другом городе этот документ и может по электронной почте отправить этот документ нотариусу, который ведет здесь дело по удостоверению сделки. Это называется новое нотариальное действие достаточно, оно называется равнозначность бумажного документа электронному. То есть нотариус в другом городе подтвердил, что документ, который у него имеется на бумажном носителе, равнозначен электронному документу, направленный либо в мой адрес, либо это может быть выдан на флешке гражданину, либо может быть отправлен ему на электронную почту. Но вот он переводит образ этого документа уже в другой вид. И у гражданина есть возможность либо представить нам лично, либо направить по почте, либо нотариус отправлять по почте, такая практика тоже есть. Ну, это максимально сокращает время гражданина, который находится в другом городе, это сокращает документы оборот. И даже если кто-то вдруг забыл, не успел, срочно уехал в командировку, это нотариальное действие все больше и больше увеличивает свою актуальность. И по статистике оно, конечно, с каждым днем все растет и растет, потому что гражданам не нужно отправлять по почте, не нужно приезжать в другой город специально, чтобы удостоверить тот или иной документ. Нужно просто обратиться к близлежащему нотариусу. Ну, вы сказали, вот сейчас делается хочу акцент. По России это только, или там ближние и дальние зубежи? Да, это по России. Да, по России документы оборотов. Это связано с тем, что мы не просто принимаем этот документ как скан-образ, а мы проверяем квалифицированную электронную подпись того гражданина, того полномочного лица, который подписал этот документ. Нотариус. То есть нотариус, отсканировав этот документ, подписал его в своей квалифицированной электронной подпись, и у нас стоит специальное оборудование, с помощью которого мы проверяем, надлежащим ли лицом подписан этот документ, соответствует ли его подпись всем требованиям и так далее. Есть звонок Инна Борисовна, предлагаю его послушать. Алло, говорите, мы вас приветствуем в эфире программы «Территория права». Ваш вопрос, здравствуйте. Алло. Говорите. Здравствуйте, говорите ваш вопрос. Да, говорите. Алло. Мы слышим вас, вы нас. Алло. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Еще раз попробуем принять. Алло. У меня такой вопрос. Пожалуйста. Алло. Да, говорите. Двоюродная моя сестра жили в квартире вместе с внучкой, которой 16 лет. И еще прописан был сын. Сын умер. Остались они вдвоем. Сейчас, когда будут эту квартиру вот им приватизировать и продать, скажите, как будет делиться сестра пенсионерка и это 14, как им разъехаться? Спасибо. Вопрос поднятия, Анна Борисовна. Ну, я так понимаю, что внучка является, это внучка двоюродной бабушки, двоюродной сестры. То есть это речь идет о бабушке и внучке, правильно? Если речь идет о бабушке и внучке, то прежде всего нужно решить вопрос. В квартире, в которой они проживают, не является ли это приватизированной на сегодняшний день? Может быть, вы путаете просто момент приватизации и оформления по наследству? Я так поняла, что наследство собирается оформлять. Я тоже так поняла, да. То есть если речь идет, начнем с последнего варианта, о неприватизированной квартире, то все лица, проживающие в жилом помещении, имеют право приватизировать эту квартиру. То есть все оставшиеся, кто прописан, приватизируют. Если речь идет о вступлении в наследство, то у умершего человека осталась, получается, дочка и его мать. Они наследуют вдвоем эту квартиру в равных долях, если нету завещания. Спасибо большое. Есть еще звонок. Алло, говорите, сорвался звоночек. Если вдруг линия занята, уважаемый телезритель, набирайте. 202-11-22, телефон многоканальный, обязательно примем ваш вопрос. Ну и, конечно, формулируйте вопросы заранее, чтобы не отнимать время у других телезрителей. Инна Борисовна, вправе ли гражданин лично обратиться к нотариусу, либо выдать доверенность, но ввиду невозможно лично присутствовать. Такое же тоже бывает и нередко. И какому кругу лиц можно доверять? Конечно, доверенность можно выдать. Это доверенность письменной полномочии, которая выдается одним гражданином другому лицу для совершения определенного действия. Ну, во-первых, я рекомендую, конечно, прописывать доверенности максимально конкретные полномочия. Если продать имущество, то какую конкретную долю и за какую определенную стоимость можно тоже прописать. Можно прописать даже кому продать. Конечно, такую доверенность с серьезным полномочием следует выдавать только сугубо доверенным лицам. Не случайно доверенность называется доверенность от слова доверие. Родственникам, маме, папе, брату, сестре. В любом случае, человеку должно быть полное доверие в том, что он не только подпишет договор купли-продажи, но и получит сумму денег, прочитающуюся. В любом случае, нотариус при удостоверении договора проверяет факт выдачи доверенности на предмет ее отмены и действительности. Спасибо большое. Сейчас продолжим обязательно рассуждать на эту тему. Примем звонок. Алло, говорите, слушаем вас. Говорите, мы слушаем ваш вопрос, уважаемый телезритель. Алло. Алло, говорите. Что-то у нас сегодня со связью происходит. Алло, мы принимаем ваш вопрос, слушаем вас. Перезванивайте, пожалуйста, дозванивайтесь, если вдруг вы нас не слышите. Вот как происходит отчуждение жилого помещения, принадлежащее несовершеннолетнему ребенку, и в жизни таких случаев тоже масса, когда нужно провести сделку к нотариусу? Однозначно нужно в данном случае обратиться к нотариусу, предварительно обратившись в органы опеки печительства со всем пакетом документов, с предварительным договором о том, что родители должны продать или необходимо, что продать. И уже органы опеки устанавливают, что необходимо ребенку приобрести взамен этой недвижимости. Конечно, идеальная ситуация, когда к нотариусу приходит уже после того, как на несовершеннолетнего что-то приобрели, и мы видим, что его имущественные права и обязанности не нарушены. Но, к сожалению, такая ситуация не всегда случается, потому что есть, конечно, цепочки сделок, и в этих цепочках непосредственно родителям нужно деньги сначала получить от проданной квартиры и потом приобрести другую недвижимую имущество. В этом случае мы прописываем обязанность родителей в течение определенного срока, может быть, месяца, точно приобрести на ребенка какую-то определенную недвижимость. Спасибо. Попытаемся еще раз принять звонок. Алло, говорите, вы слышите нас? Мы слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста. Такой какой-то звонок. Здравствуйте. Мы слышим вас. Говорите вопрос, пожалуйста. Алло. Задавайте вопрос. Алло. Прибавьте звук. Мы слушаем ваш вопрос. Алло, говорите, вы в эфире. Алло. Технически какие-то неполадки сегодня у нас. Пожалуйста, операторы, проверьте, работает ли у нас линия. Телезрители, вы слышите нас? Да, хорошо. Дозванивайтесь 202-11-22. Мы обязательно выслушаем ваш вопрос, уважаемые телезрители. Инна Борисовна, скажите, пожалуйста, вот на предыдущий, отвечая вопрос по поводу отчуждения жилого помещения несовершеннолетнему гражданину, скажите, пожалуйста, а несовершеннолетних мнений учитывается в данном случае? Ну вот если, к примеру, ребенок против продажи, то здесь однозначно уже сделки не будет? То есть, либо наоборот? Ну, до 14 лет ребенок не приходит. За него действуют его законные представители, мама или папа. До 14 лет законные представители полностью выражают его волю. С 14 лет ребенок непосредственно присутствует на сделке, подписывает документ. Конечно, мы спрашиваем его волю и разъясняем все точно так же. Он такой же равноправный участник сделки, но он действует в согласии папы или мамы. То есть здесь немножко с другой стороны мы подходим. Даже если он дал согласие, даже если он готов подписать сделку, отдают ли ему на это согласие его законные представители. То есть здесь наоборот немножечко, да? Да. И папа и мама должны сделать подпись с оговоркой, что согласны именно после подписи несовершеннолетнего гражданина. Спасибо. Ну что же, попытаемся принять еще один звонок. Алла, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Будьте любезны, еще раз объясните. В квартире прописаны внучка и бабушка. Не приватизировано. Сейчас они ее пытаются приватизировать. И нужно разделить квартиры обеим. Как это сделать? Мы поняли ваш вопрос. Спасибо вам большое за терпение в том числе. Слушайте ответ. Разъезд получается уже членов семьи. Но чтобы разделить эту квартиру, чтобы ее продать, чтобы ею распорядиться, нужно сначала ее приватизировать. А приватизирована она будет только всеми лицами, кто прописан в этом жилом помещении. С ваших слов мы видим, что это бабушка и внучка. Значит, эта квартира будет приватизирована двумя лицами. Спасибо большое. Я думаю, что более уточнение не требуется, потому что очень понятно. Ну и, разумеется, как всегда, профессионально ответили на вопрос. Мы принимаем звонок в следующий. Алло, говорите, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, а надо ли выписываться перед брачным договором? Спасибо. Достаточно общий вопрос, потому что разные бывают ситуации, когда супруги то или иное имущество хотят прописать в брачном договоре. Но, видимо, речь идет о той ситуации, когда идет именно изменение режима собственности, и какой-то объект недвижимого имущества, он переходит с одного супруга на другого супруга. И в данном случае эта сделка не по отчуждению недвижимого имущества и строгого требования в законодательстве о выписке, о снятии с регистрационного учета для заключения брачного договора нет. Поэтому здесь уже нужно смотреть ситуацию конкретно, о чем договариваются супруги, на какой момент они делают этот брачный договор, на период брака, на случай расторжения брака, как они определяют режим совместную долевую, разную долевую. Но если речь идет именно об изменении конкретного объекта и в целях того, чтобы титульным собственником был один супруг, и фактически он и владел на основании брачного договора, обязанностей выписываться нет. Спасибо большое. Еще у нас звонок есть на линии. Алло, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я являюсь собственницей трехкомнатной квартиры. У меня есть внук. Я бы хотела оформить на него или завещание. Но как сделать это так, чтобы досталась квартира именно внуку, ни его маме, ни моему сыну, чтобы именно он был потом, когда ему будет 18 лет, полностью хозяином этой квартиры, потому что родители не совсем надежные люди. Спасибо большое вам за вопрос. Спасибо за то, что вы дозвонили, за ваше терпение. Линия работает, поэтому, уважаемые телезрители, дозванивайтесь. Инна Борисовна, ответьте, пожалуйста. Конечно, прежде всего нужно сказать о том, что завещание и дарение, договор дарения, это две принципиальные, разные по конструкции, по правовым последствиям сделки. Завещание – это односторонняя сделка, и завещание подписываете только вы как завещатель. В любой момент вы ее отменяете, изменяете, не спрашивая при этом согласия других третьих лиц и, конечно, не ставя никого в известность. Правовые последствия наступают по этой односторонней сделке только в случае смерти. До этого это документ, который можно, как я еще раз говорю, изменить. Договор дарения... Инна Борисовна, я прошу прощения. Вот давайте, коль уж вы прямо разъяснили, как говорится, что такое завещание и последствия, сразу расскажем, если вот в данном случае конкретный телезритель напишет на внуку завещание, что будет. И потом про дарение, да. Я поняла. Если вы оформите завещание на внука, тем самым вы лишаете наследства иных наследников. Полностью? Полностью. Вашего сына, кто у вас остался еще там из близких родственников, вы иных наследников всех лишили. Но закон говорит, что нельзя полностью лишить наследников, которые имеют право на обязательную долю. И это несовершеннолетние дети, и это нетрудоспособные дети, и это нетрудоспособный супруг и родители. В данном случае, как вы сказали, что у вас есть сын. Мы не смотрим о его супруге, мы только говорим о вашем. Она не наследница в любом случае. Она не наследница. Наследники в данном случае ваши родители, если таковы живы, дети и супруг. Вот если речь идет о том, что у вас только есть сын, то он может взять долю в том случае от вашего внука, если он будет на день вашей смерти недееспособным, пенсионного возраста, либо иметь инвалидность. Какую долю он возьмет? На сегодняшний день мы можем только ориентироваться на закон и сказать, если у вас один сын, то это будет одна вторая доля. Половина того, что ему прочиталось бы по закону. А по закону, как единственный сын, он бы получил бы все. Но на самом деле никогда не берусь просчитывать в момент совершения завещания, потому что может по-разному совсем быть ситуация. Мы просто разъясняем о том, что если таковые наследники будут несовершеннолетние, недееспособные, пенсионеры, то они возьмут определенную долю от того лица, в пользу которого вы завещали от вашего внука. Поэтому полностью, 100% исполнить вашу волю и предсказать невозможно. Дай бог вам долгих лет жизни, как говорится. Что касается дарения, да, вы при жизни, при вашей будете видеть, что внук ваш собственник. Несовершеннолетние, другие нетрудоспособные ваши все родственники не могут повлиять на вашу волю безвозмездно передать собственность другого лица определенное имущество. Если внук совершеннолетний, он подписывает сам со стороны одаряемого. Если внук несовершеннолетний, то он должен подписать сделку в согласии своего законного представителя. Родителей, проще говоря. Родителей. Таким образом, здесь уже нужно рассуждать. Поставите в известность, таким образом ставится в известность либо мама, либо папа. Но правовые последствия совсем другие. Я прошу прощения, Инна Борисовна, а здесь вот если в данном случае против родителей, то бабушка не сможет внуку подарить квартиру? Если он несовершеннолетний? Нет. Нет, да. То есть он должен подписать сделку, он должен принять в дар. Но я думаю, что таких случаев совсем мало, когда от принятия в дар законный представитель как-то отказывается, это же увеличивается имущественная масса. Но правовые последствия совсем другие. Собственник сразу будет иной, и вы уже не сможете повлиять на судьбу этого имущества. Не сможете отменить это дарение завтра, послезавтра и так далее. И, соответственно, распоряжаться своей квартирой, потому что она уже не ваша, невозможна. Невозможна, да. Поэтому нужно предельно внимательно и серьезно относиться к договору дарения. Спасибо большое. Есть звонок, и мы успеем его принять. Алло, говорите, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос такой. Одна вторая доля умершего мужа вышла. Ну, то есть мой ребенок несовершеннолетний. Умер муж, то есть его отец. Обязательная доля у него одна вторая. Но завещание он написал на сестру. А завещание было составлено до 1 марта 2002 года. Вот подскажите мне, какую долю иметь мой ребенок? Понятен вопрос, Анна Борисовна. Понятен вопрос, да. Спасибо вам большое. Конечно, точную долю вам может рассчитать только тот надавец, который ведет наследственное дело. Нужно смотреть круг всех наследников, который был у вашего супруга. Были ли брачные отношения с вами на момент смерти? То есть была ли супруга? Были ли живы родители? И были ли живы еще какие-то дети на момент смерти гражданина? От этого, от круга наследников, зависит размер обязательной доли. Но если он сейчас половина того, что принадлежало бы по закону, то по Гражданскому кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2002 года, он не менее двух третий. Поэтому нужно смотреть дату составления завещания, вы правильно обратили на нее внимание, но рассчитать размер именно обязательной доли сейчас я вам не смогу, не видя... То есть завещанием с пакетом документов? Обязательно к нотариусу. Инна Борисовна, у нас есть еще один звонок. Принимаем, пожалуйста, заканчивается время. Слушаем ваш вопрос, чтобы услышать вам ответ. Алло, говорите. Здравствуйте, алло. Звоночек, к сожалению, сорвался. Итак, есть еще вопрос. Вот необходимо ли впоследствии обращаться в регистрирующий орган для регистрации уже своего права после сделки? То есть здесь необходимо ли участие нотариуса, либо уже все гражданин делает самостоятельно? На нотариусов возложена обязанность. Это право гражданина, но обязанность для нас. То есть если мы удостоверяем сделку, мы ее можем передать в регистрирующий орган, либо в формате электронного документа оборота, и тогда право возникнет в течение одного рабочего дня у гражданина, либо в формате бумажного документа оборота, и тогда от трех до пяти дней. Но нотариус может быть заявителем по всем сделкам, которые мы удостоверяем сами, и по выданным сельствам о праве наследства, которые выдает нотариус. До 1 февраля 2019 года это право гражданина. Он может обратиться, может не обратиться, но если он обратится к нам, мы обязаны реализовать его волю бесплатно. За это дополнительные тарифы нотариусы не взимаются. С 1 февраля 2019 года это будет у нас в обязанность уже на основании закона. Все сделки, которые мы удостоверяем, мы подаем в формате электронного документа в регистрирующий орган. Уже есть такая практика, достаточно большая, по Самарской области. Мы самостоятельно оплачиваем госпошлины, самостоятельно сканируем, подписываем квалифицированную электронную подпись в наши документы. Их видит регистрирующий орган, обрабатывает, вносит изменения в единого государственного реестра недвижимости и впоследствии представляет нам выписку уже и так называемый штамп о регистрации. При необходимости гражданин потом обращается к нам, и мы делаем равнозначность этого документа, как я говорила вам о бумажном документе в электронной, здесь наоборот, с электронного документа в бумажный. То есть мы видим электронный документ, подписанный регистратором, колесо-электронной подписью, мы проверяем через наше оборудование эту подпись, и мы можем выдать этот документ с подписью, с печатью нотариуса, который проверил эту подпись и который сличил этот документ. И эта выписка будет являться уже завершающим этапом гражданина после его сделки. Спасибо большое, Инна Борисовна. Время наше подошло к концу. Спасибо всем тем, участникам нашего сегодняшнего разговора. Уважаемые телезрители, небольшой анонс. Следующая программа выйдет 26 ноября в привычное время 18.15. Готовьте свои вопросы. Ну и, конечно, нотариусы Самарской области, как всегда, квалифицированно на них ответят. Благодарю вас. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!